Дима, здравствуйте, просите меня, но я не понимаю, зачем нужен этот стрим. Я всю сознательную жизнь живу на 20 этаже и нормально себя чувствую. Таким же вопросом я задаюсь на многих ваших стримах, потому что я просто в первый раз слышу о рассматриваемой теме. Спасибо большое вам, Дима. Ответ кроется в том, что я ненавижу многоэтажки. Они сидят у меня в печенках. Люди, живущие на 20, 10, 40, 150 этаже, не чувствуют под собой ни почвы, не чувствуют ни соседства, не чувствуют ничего. Мне очень жалко вас. Я очень и очень сожалею, что вы живете в таком ужасном здании, которое уже выходит выше 20 этажа. Мне очень жалко вас. Мне очень стыдно за то, что я не могу дать вам более хорошее жилье. Мне очень стыдно за то, что наше правительство сознательно делает шаги навстречу тем, кто считает, что это нормально. Жить в 20-этажном чудовище, многоглазом за пределами города, не снабженными никакими коммуникациями или средствами связи. Жить в страшных многоэтажках вдали от цивилизованной жизни без магазинов в спальных кварталах, тянущихся на километры вдаль. Жить в многоэтажке и не знать ни своего соседа, ни соседа соседа, и не знать, что происходит в вашем доме и на вашем дворе ночью под покровом тьмы. Я не могу даже представить, как это живется вам. Мне очень и очень грустно за людей, которые считают это нормой. Я считаю, что многоэтажки годятся только для одного. Для того, чтобы выпрыгивать из окна и совершать над собою нехорошее действие, названное суицидом. Только для этого они, наверное, и годятся. А потому они зло. Зло, которое стоит истребить и уничтожить. Это неэстетичное, гадкое чудовище, уродующее культуру и наследие наших городов. Мерзопакостное, монструозное создание, которое извращает архитектуру наших прекрасных центров. Это отвратное, стеклобетонное, стеклянное, бесчувственное, холодное космическое чудовище, нужное к закланию и уничтожению терминальной стадии, которое воспитывает не человека искусства и не человека свободой воли, а муравья, который живет в своей кибитке в маленьком муравейнике в соте и выходит оттуда по необходимой нужде. Эти проклятые многоэтажки есть бич современного общества, который должен быть уничтожен. То, что воспитывает рабов. То, что воспитывает не человека личности, но человека винтика. То, что воспитывает в человеке самое подлое и низкое. То, что воспитывает в человеке, в конце концов, самое отвратительное, как хладнокровность, безучастность, отчужденность, единоличность, одиночество. Это и есть многоэтажная нынешняя застройка. Это и есть наш микрорайон. И век микрорайонов в нашей стране близится к завершению. Спасибо большое. А пятиэтажки, в принципе, не могут быть красивыми или все-таки есть шанс? У них, безусловно, будет шанс в крупных городах. Я имею в виду, конечно же, столицы, районные центры. В них могут быть пятиэтажки. Я не против. Но вышеэтажность создает ощущение потерянности и одиночества у человека. Когда мы делаем эти здания, мы делаем людей несчастными. Мы делаем их насекомыми перед огромными, невероятными циклопическими строениями. Человек не должен себя так ощущать. Это очень важная гуманная роль города. Если кто-то думает, что город-то просто место, где люди живут, это не так. Город-то место, где люди себя ассоциируют с пространством. Пространство города, его среда важна. И важно жить в хорошем и красивом. Важно, чтобы вас окружало красивое. Важно, чтобы вы понимали это с детства. Иначе будет так, как с одним из наших подписчиков, который сказал, «Я всю жизнь живу на 20 этаже, мне нормально». Это ненормально. По самому-своему факту ненормально. Это очень вредно. И не только с точки зрения просто здоровья. Это вредно для психики. Это вредно для нее. Ни в коем случае мы не должны идти на поводу сегодняшней моды. Никогда великие перемены не приходят с теми, кто соглашается на меньшее. А только с теми, кто идет против течения. Сегодняшнее течение – это мейнстрим архитектуры. Его нужно смести угрожающей, ужасающей волной. Наша современная градостроительная стратегия государства никуда не годится. Вы спрашивали меня, хочу ли я архитектурную диктатуру. В нашей стране это вопрос неизбежный. Диктатура архитектуры должна быть абсолютной. И, по крайней мере, на первое время действительно всеобъемлющей. Наши застройщики слишком много себе позволяют. Наши девелоперы слишком много себе позволяют. Наши архитекторы слишком много себе позволяют. Надо контролировать все до мельчайших деталей. Мы не должны больше повторять ошибок, которые происходят с нашими зданиями. Мы должны взять все под контроль. И проекты, которые есть в прошлом, помогут нам это сделать в будущем. Спасибо большое за вопрос. Мы ответим. А. А в чем преимущество именно малоэтажной застройки? Инфраструктура станет куда дороже. Будет сложнее добираться до работы или куда-то еще. Можно страховать улицы семеэтажными домами. Или делать двухэтажные квартиры. Дом этажей 7-4 можно сделать красивым. Можно сделать красивым. А можно не сделать красивым. Почему вы думаете, что вам придется ехать куда-то на работу? А может быть ваша работа будет в таком же доме? Или в магазине, который откроется в этом же доме? Вы не подумали о том, что именно это и есть главная проблема? Проблема явления как таковое спальных микрорайонов? Спальный микрорайон – это явление микрорайонов. В квартальной застройке нету такого. Нету явления как такового. Извечный вопрос и неправильный вопрос – куда мы будем ехать? А зачем вам куда-то ехать, если работа может быть прямо здесь? Вам даже ехать не надо будет. Оно здесь будет находиться. Прямо тут. Это и главное отличие в нашем представлении того, что мы называем архитектурой застройки. Когда мы строим кварталы, мы не строим просто жилые районы для того, чтобы люди там спали. Это районы для того, чтобы люди там жили. Много раз мне приходится доказывать и объяснять очень важную вещь. Мы не должны строить жилье. Мы должны строить дома. Дома – это больше, чем жилье. В домах могут разместиться магазины, а рядом с ними могут разместиться торговые центры. И ларьки, кинотеатры, школы, больницы – это не просто застройка чисто тупыми зданиями. Это застройка социальная. В ней есть уже инфраструктура. Это и есть главная проблема, нерешенная и не могущая быть решенной. В пределах многоэтажного строительства. Многоэтажки – это гнездилища для людей, которые приезжают с места на место и цикличную миграцию осуществляют в пределах регионов. Есть район города спальный, а есть рабочий. Это неправильно. Один и есть район – и спальный, и рабочий. Ты здесь и работаешь, здесь и работаешь, и живешь. И спишь там. Это очень важно. Это и есть пример нового урбанизма. Это отказ от секционирования городов. Это отказ от создания исключительно промышленного или исключительно спального района. В спальных районах процветает воровство, коррупция. Там процветает криминал. Не случайно, почему там он процветает. Там нет никакой инфраструктуры. Просто нет никакой. А люди не знают друг друга, потому что они очень далеко друг от друга находятся. Там очень много людей на один дом. Это нельзя управлять. Этим нельзя пользоваться. Это несовместная собственность. Это собственность коллективного бессознательного. Если вы способны договориться с семью жителями вашего дома, это будет ТСЖ. Сможете ли вы договориться с 800 жителями вашего дома? С 1000 жителями вашего дома? Это невозможно. Поэтому, говоря о малоэтажной застройке, мы говорим о качестве отношений между людьми. О создании горизонтальных связей. О создании человеческой среды, а не роботической. Не античеловечной, а человечной среды. Это и дает нам право говорить о качестве малоэтажной застройки. Спасибо А. Получается, что малоэтажная застройка может помочь развитию малого бизнеса. И не только А. Вы совершенно правильно подметили. И не только ему. Это решение многих проблем сразу. И это решение для развития Дальнего Востока, кстати. Потому что не обязательно строить мегаполис. Достаточно построить кварталы таких домов, которые будут нормально себя организовывать сами и делать бизнес внутри себя. Не надо строить монструозные шишки на пустыне. Надо строить человеческие здания для людей, где они хотят жить. И хотят делиться впечатлениями. Общаться друг с другом. Надо создавать комфортное жилье. А не жилье, чтобы только чтобы жилье. То, что делают сегодня, это коммунизм. Запихнуть побольше людей в коробки для того, чтобы выполнить план. Что-то я не видел ни одного нашего чиновника, живущего в многоэтажке. Не видели такого? Я не видел. Что-то не видел такого. Может быть потому, что они не хотят их. Зачем они заставляют вас жить там? Я живу в СПБ на 25-м. Социумы не видно, зато виден вандализм и падение людей во двор с 25-го этажа. Таких в трех случаях в моем доме. Вот видите. Кстати, это еще один важный момент, который говорит против многоэтажек. Это атмосфера атомизации. В многоэтажных зданиях существует большая атмосфера атомизации. Когда вы просто не ассоциируете себя ни с какими людьми. Вы живете как насекомое в отдельной соте. И вы не контактируете с другими. Это не улей в типичном смысле этого слова. Потому что в улье все контактируют друг с другом. Это неконтактное сообщество. Вы живете отдельно от всех остальных. И это приводит к депрессиям, к повышенному давлению. Доказано, что выше восьмого этажа человек чувствует дискомфорт. И у него давление повышается. Не всех. У некоторых 10% случаев не повышается. Но это определенная нагрузка для человеческого организма жить высоко. Мы не запрограммированы жить высоко. Чисто психологически. Для нас это новость. Для нас это невозможно. Это трудно представить для нас. Это психологический слом. И жить вблизи таких городов тоже психологически тяжко. То есть многоэтажки не только носят вред самим жителям многоэтажек. Но и жителям вокруг многоэтажек. Которые живут и смотрят на многоэтажки. Вот эта массовая апатия от многоэтажек. Она превращается в социальные фобии. И она воспитывает нездоровую психику. Людей, которые там обитают. Вы не знаете своих соседей подчас. Вы не знаете, а вдруг там убийца, который живет просто неподалеку от вас, через соседнюю дверь. Или там, не знаю, за гаражами кто-то там кого-то режет. Это вас не волнует. Потому что вас волнует только вот ваша квартира. Ваш маленький мирок. Он очень маленький в сравнении с огромным многоэтажным зданием. Вы сводитесь до функции. Вы ездите вперед и назад. Вы просто атомизируетесь, превращаетесь в винтик. Послушный винтик машины. За вами постоянная слежка. Консьерж у вас на проходе. У вас один подъезд на всех. Один подъезд. И в одном подъезде вы живете. По сути говоря. Это один большой, огромный подъезд. Иногда темный подъезд. Где непонятно, где люди находятся вообще. И это очень опасно и обидно и страшно. Даже если вы не понимаете этого. Даже если вы не осознаете этого. Это создает атмосферу отчужденности. Она приводит, кстати, к суицидам и к этим печальным исходам, которые вы видите с 20 или седьмого этажа. Опускаетесь, там кто-то снова упал. Кто-то снова упал. Вот видите. Кстати, когда я смотрю на Китай, я с удивлением и разочарованием констатирую, что даже развитые люди, которые вроде бы посещают Китай с точки зрения архитектуры, посмотреть на него, хвалят, вау, какие небоскребы, небоскребы, каменный век. Век небоскребов прошел. И если кто-то еще не понял, пора бы давно признать, век небоскребов прошел. Ваши фаллические стержни, это древнее прошлое. Вы должны идти вперед в будущее, а не в прошлое. Но тем не менее, они часто сравнивают. Смотрите, в Северной Корее, там вообще нет никаких многоэтажек. А вот здесь, в Китае, какая многоэтажка, многоэтажка, многоэтажка. Вы хотите показать архитектурный гений, чистую красоту разума, может быть, инженерную привлекательность или инженерную смекалку, делая самое высокое здание на планете. Самое высокое здание. Я никогда не понимал, зачем вы гонитесь за самым высоким зданием на планете. Вы не хотите, чтобы люди жили хорошо, вы хотите, чтобы они жили высоко. Зачем? Для чего? Какой смысл в этом? Кроме эго. Злого, больного, воспаленного эго. Я хочу самый толстый, самый высокий стержень из всех. Этим занимаются закомплексованные люди. Открою вам маленький секрет. Вообще признак гигантизма, архитектура гигантизма, это признак закомплексованного чменя, у которого реально вот просто, когда я смотрю на эти архитектурные сооружения, я чувствую, у кого-то самый маленький член во вселенной, просто самый маленький, поэтому надо как-то комплекс изжить всеми возможными способами. Прекратите, пожалуйста, дрочить на высокие архитектурные излишества. Архитектурные излишества есть только одно – высота. Бесконечное стремление к самым крупным, самым большим, самым чедовым формам. Это делают только дешевки, которые не умеют и не ценят свое прекрасное, не любят свою архитектуру и не любят свои города. Если честно, мне не важно, что произойдет даже с европейскими городами и что произойдет с городами мира. Мне важно, что произойдет с нашими городами. Наши города должны очиститься от этого модернистского безумия и ада. Мы должны избавить наши города от ужаса и разорения, которые нанесли века рабства микрорайонов. Мы должны очистить это и вернуть настоящую красоту в наши дома. Вернуть не только в один дом, но во все. Сделать наши города красивыми, чтобы в них хотелось оставаться, хотелось жить, чтобы в них хотелось возвращаться и возвращаться снова и снова. Вот что нужно сделать, а не создавать вокруг пустыря какую-то многоэтажную фаллическую чушь. Многоэтажечки, господи, господи, что это, что это, это серое, это глазастое, зачем мы вовсе, серо-зеленый, серо-зеленый, господа, вы спрашиваете, что это за отлив, это серо-зеленый. Они выбрали цвет серо-зеленый, чтобы выкрасть это, серо-зеленый цвет, серо-блин, зеленый цвет, вот они, вот они, улей, улей личинок Влэда. Нет, серьезно, типа они косые, это не искажение, я к ним не подходил близко, просто я знаю, что это Путин, я издалека на них глядел, это что, они косые, то есть окна косые. Это косые окна, и это не, это не ошибка, это, это дизайн, они все должны быть косыми. О, господи, это же, нет, давайте все-таки так, так, косые окна, косые окна, это, это дизайн, это дизайн, и это тоже, это тоже дизайн. Знаете, поэтому я говорю, не все малоэтажные здания хороши, вот это говно, хотя оно трехэтажное, от того, что вы сделаете говно с тремя этажами, как Варламов требует, говном оно не перестанет быть. Вот оно, гнездилище ужаса и ада, с кривыми стеклами, перекошенными оконными рамами, это оно, это оно, спасайтесь, спасайтесь, господа. Бежите оттуда, пока еще есть возможность.